30 января над Волгоградом пронеслись авиационные группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России, Стрижи и Крылья Тавриды. Помимо истребителей МиГ-29 и Як-130, в небе над головами тысяч волгоградцев пролетели стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь», многоцелевые авиационные комплексы Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М и учебные самолеты Л-39. В преддверии Дня воинской славы, 73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск Сталинградской битве, в городе Герои состоялась масштабная акция «Служба по контракту – твой выбор». Командующий наш и президент поставил задачу к 2020 году, чтобы полностью армия была контрактная. Срок службы, год для солдата-срочника – это очень мало. Не успевают люди просто научиться. В основном комплектуем мы Южный военный округ. Ну, география обширна, то есть и на север, и на дальний восток у нас люди уходят. Ну, у нас изъявило желание порядка тысячи человек пройти мероприятие отбора. Ну, и заявление подало больше ста человек, то есть остальные пока думают. Военные специалисты проводили профессиональные консультации для гостей акции по вопросам поступления в военные вузы Министерства обороны Российской Федерации. «Мы осуществляем подготовку специалистов для войск противовоздушной обороны. Наши выпускники получают образование на уровне ведущих университетов города Москвы. Наши выпускники проходят службу, как правило, на командных пунктах крупных объединений, соединений противовоздушной обороны и ВВС, и ПВО. А также мы готовим специалистов для новейшую зенитную ракетную систему С-500, которая поступит на вооружение только в 2018 году». «Практически весь агитационный материал был разобран представителями слабого пола, которые тоже хотят становиться летчиками, но пока на данный момент времени у нас нет такой возможности брать женщин-пилотов, но молодежь, те перспективные, те здоровые и мечтающие стать летчиками, молодежь, конечно, подходила, записывалась. Порядка 400 человек уже так интересовалось. Достаточно большой сейчас конкурс, но будем отбирать лучших из лучших». «Сначала я вообще учился в Волгоградской академии госслужбы. Мне не понравилось, и я пошел в армию. С армии уже поступил выше. Ну, у нас все строго регламентировано распорядком дня. Распорядок дня утверждает начальник училища. То есть в 6.00 мы поднимаемся, в 10.00 мы отбиваемся. Завтрак, обед, ужин по расписанию, зарядка, учебные занятия и так далее». Программа праздника включала показательные выступления десантников разведроты 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Донской казачьей бригады и концерт ансамбля «Песни и пляски Воздушно-космических сил России». Анжелика Пехтелева, Сергей Григорьев, Волгоградское деловое телевидение.